Ваш клиент. Он должен согласиться на это качество, но ему надо это доказать. Вам нужно работать с клиентом, приводя аргументы и объясняя какие-то вещи важные. Очень многие дизайнеры не умеют абсолютно объяснять и приводить такие аргументы. Это очень, конечно, печально, но вот я довольна очень своими студентами, потому что они в любой ситуации, даже на самые каверзные вопросы, отвечают очень уверенно, потому что знают, за что зацепиться. Собственно, все знания — это аргументы. Дизайн, хоть и не высшая математика, но, к сожалению, для кого-то, кто не любил математику, и, к счастью, для тех, кто ее любил, я любила очень математику, и даже в свое время закончила физмошколу, мне это понятно. Вот поиск оптимального решения — это, собственно, математическая такая вещь. Мы не всегда это осознаем. Это как бы оптимизация уравнения в красивый вид. Как и математики, дизайнеры тоже любят красивый вид и баланс. Поэтому очень много такого, что надо оптимизировать. И это не только бюджет, это и сама картинка, сама композиция, вот такие вот вещи, которые надо уметь, конечно, делать. Я, может быть, не рассказываю вам каких-то примеров, не привожу. У меня просто не очень много времени. Я хочу вам сказать самое-самое основное. Вот то, чего часто не хватает в обучении, которое есть в Москве, в самых разных вузах, на самых разных курсах, школах. Вот нет системного обучения, которое бы привело в порядок все наши мысли, все наши шаги, и мы бы понимали, что и зачем мы делаем. Неважно, даже если вы только тканями занимаетесь, все равно это очень важная, на мой взгляд, часть дизайн-процесса в целом. И все равно надо представлять также весь процесс, даже занимаясь тканями. И стиль, мебель тоже надо, в общем-то, знать, потому что это такие комплиментарные вещи. И вас призовут как специалиста по тканям, а иногда приходится как бы заниматься всем интерьером. Такое тоже бывает. Я знаю это точно. Вот. Я хочу оставить также время на вопросы, потому что самое основное я вам сказала. Не буду вас, как говорят сейчас, грузить какими-то другими профессиональными вещами. Я думаю, что у нас будет еще повод встретиться. Я хочу, чтобы вы задали мне вопросы. Я даже подготовила для вас подарочки. У нас там лежат. Я хочу перед этим сказать такую новость. Мы мучились вопросом, надо ли обнародовать те ноу-хау, которые у нас в школе, в каких-то коротких курсах. И все-таки решили на это пойти и организовали вебинар для профи. То есть то, что вы можете посмотреть у себя дома. Ну, или на работе, если позволят. Это курс «Профессионал апгрейд». Мы его сделали в нашей школе, плюс WK School London, плюс журнал «Эль Декорэйшн». Вот такой триумбират. Мы сделали такой курс из 10 вебинаров, где мы даем вот эту квинтэссенцию профессионального отношения к интерьеру. И я думаю, что он вам будет интересен. Через несколько дней вы увидите программу, буквально через 2-3 дня. И я хочу, чтобы вот такая закладочка у нас есть про этот курс. Напоминалка будет вам. А сзади есть замечательная таблица правил сочетания принтов и цветов. Это, конечно, не все принты и цветы, но цвета, но такая хорошая, мне кажется, закладочка. Так что каждый из вас, наверное, захочет ее взять. Это вот у нас здесь на столе. Кроме того, в подарок мы вам приготовили вот такие линейки с четырьмя масштабами. Дизайнерские линейки, которые тоже почему-то никто не выпускает. Нам жалко. Мы взяли и сами их выпустили. И в подарок за вопрос у нас есть вот такой замечательный цветовой круг для дизайнеров интерьера. Специализированный. Бывают маленькие круги, а это вот такой специализированный. Поэтому сейчас в конце мы вам покажем наше 20-летие. Это маленький ролик. 5 минут, но там очень много дизайнерских лиц со всей Москвы. Очень интересно наблюдать, как общаются дизайнеры, вот на мой взгляд. И, к сожалению, вот у нас нет музыки. Но ничего, вы посмотрите. Реально, у нас еще музыка там есть. Но просто посмотрите, что и как. А потом мы перейдем к вопросам. Вы зададите мне вопрос. И я надеюсь, что он будет интересный всем. Вот. И я вам приготовила подарочек. Спасибо. Я хочу знать, была ли новая для вас информация, о которой я сказала, в чем-то. Или вы все это знаете, вы у нас учились уже, и где-то учились. Сказала ли я что-то новое для вас? Смелее, смелее. Круговые диаграммы. Да, да. Понятно. То есть термин. То есть все остальное отлично. Да. А вот с круговым диаграммами, да, проблема. Ну, я расскажу вам в следующий раз. Круговые диаграммы. Или Лена Лазарева из Лондона вам об этом расскажет. Все. Вот. Даю вам. Да, к сожалению, у меня нету слуха. Может, вопросы? Ну, вы можете обсудить свой вопрос. Да. Было весело. Свет будет хороший. А может, кто комментарии какие-то сможете по поводу давать? Или лучше с ним нужно. Да, наверное, лучше послушать. Смотреть на угол. Да, да. 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 Это начало декабря. Ну, вот, наш Алексей Дорошкин вручил в подарок. Пытается мне вывернуть. Лена Кромченко, которая не хотела говорить, ну, не была как-то о том, как она говорит. Он выступил в какой план Димбовский? Ну, только что Виктор Димбовский. Вот это известный наш художник года Бартенев Андрей. Победитель номинации. Это наш конкурс «Дизайн дебют». Вот кто-то сегодня получит. Это прошлый наш конкурс. Мы печатаем пока то, что было в этом году. Победители их работы. Вот. Выставка у нас там. Это пространство «Телеграф». Это победители. Они очень смущаются. Замечательный дизайнер. И вот это Елена Лазарева из Лондона. Адабу Икейску поздравляет победительницу. Знаете, очень талантливая работа. Только что был парень, который выиграл у нас, собственно, конкурс. Иван. Иван. Борисочкин. Да, Иван Борисочкин. Он приехал из Алматы. Вот. Это все наши преподаватели на сцене. И сотрудники. И дальше в зале свободное общение. Вот. Видите. Известные люди, которые занимаются дизайном интерьера. Наши выпускники. Вот только что будут наши сотрудники. В общем, менеджеры и проектировщики. Только что была Моника Гольд из Германии. Швейцария, вернее. Очень хорошие преподаватели граф-дизайна. У нас с Питером. Вот Эвелина Хромченко. Которая была настолько вдохновлена, что решила выступить. И такую речь произнесла очень. Вот. Ну, это такой маленький, маленький эскиз с нашего праздника. И финал нашего конкурса «Дизайн-дебет года». Следующий конкурс у нас будет в следующем году. Так что, если кто-то из вас хочет выиграть поездку на стажировку, получить приз, вот, пожалуйста, к нам. Вот работы у нас смотрят. Великолепные работы и интерьеры, и мода, и графика, и предметный дизайн. Очень-очень интересная работа. Скоро выйдет шорт-лист. И пока вот прошлый шорт-лист тоже очень интересный. Были очень интересные экспозиции у нас там. Вот Майк Шиллов. Тоже, наверное, многие из вас его знают. Из разных городов приехали люди. И даже из-за рубежа были из нескольких стран. И всем очень понравились работы выставленные. И само пространство телеграфа. Вот эти наши музыканты. Шотландский оркестр волонщиков, который тоже с большим удовольствием у нас выступил. Вот. Ну, в общем, было и весело, и здорово. И выступления были очень интересные. Я считаю, что над дизайнером встречаться, что нужна национальная премия. И как вот в самых разных странах. И журнал нам очень помогает сейчас. Я думаю, что это будет... Все-таки мы это сделаем. Благо, поддержка очень большая сейчас, после этого праздника. Вот. Я думаю, что надо показывать лучших. Надо стимулировать дизайн у нас в стране. Хороший дизайн. Потому что уже есть профи очень хорошие. Вот. Наша, собственно, школа занимается тем, что культивирует. Мы самая большая пока школа. Профессиональная в России. И мы, в общем-то, готовы к этому. Мы готовы совместно с усилением СМИ. Может быть, при поддержке телевидения мы готовы национальную премию дизайнерского, собственно, сделать. Так приятно награждать, я хочу сказать, что это очень-очень приятная процедура, потому что люди, многие не верят, что они выиграли. Вот нам это очень важно, чтобы человек поверил в свои силы. Поэтому и конкурс, собственно, дизайн-дебют, он на эту тему. Нам хочется поддержать дизайнеров, как правило, очень скромные люди, так талантливые, что их надо вот вывести за руку буквально и показать их миру. И потом вот идут какие-то уже зарубежные награды, такое-то удивительное все. Здорово. Я очень доволена была и самим конкурсом, и финалом. Многие плакали. И вот такие эмоции, такие эмоции были. Градиозные. Мы пользуемся очень поздравляем вас. Спасибо. И мы только что за поздравление. Спасибо. Я готова ответить на ваши вопросы. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Викторич, у меня такой вопрос. Вы сказали, можно ли я попробую? Что-то безнадо. Вы сказали, что основой профессии является личность человека. И для правильного поздравления себя перед заказчиком человек говорит о себе как о дизайне или о декораторе. Расскажите разницу, чтобы всем было понятно, вы знаете, что зрение дизайнера – о декораторе. Я сказала, видимо, это не прозвучало. Смотрите. Дизайнер интерьера – это в одном флаконе пространство, то есть архитектура внутреннего пространства со всеми связанными с этой архитектурой вещами. Техническое тепло, электрика. Плюс эстетика. То есть дизайнер интерьера – это универсальный специалист, где в одном флаконе он архитектор внутреннего пространства, а другой флакон – декоратор. То, что вы для себя выбираете, декорирование, стало быть, вы вот эту техническую часть архитектурную не берете внимания. Но это не значит, что, например, дизайнер интерьера возьмет на себя какие-то инженерные вычисления по стенам, по несущим конструкциям – это уже другая специализация. Это как раз инженер по конструкциям, конструктор. А вот сама архитектура внутреннего пространства, распределение площади, перенос стен – это все дизайнер. И чертежи, которыми он сопровождает свой проект. Правильные чертежи. В том числе электрика, вода все, все как положено. То есть мы готовим дизайнеров, которые делают общестроительные чертежи, в том числе. Проект «Декоратор» вообще у нас расписан. Прямо вот по пунктам мы выделили его специально, чтобы люди понимали, сам регламент как бы работает. План – это да. Общий план. Общий план помещения, план ПТИ, с которым он работает, делает свои собственные замеры, план. От плана мы никуда не отступаем. А дальше мы уже работаем с тем, что есть. Вот почему, например, во Франции очень плохо с переносом стен, и там практически все декораторы, по сути, особенно в седьмом округе. Ну, я просто хочу сказать, что у нас не всегда понимают правильный декоратор, профессию, и очень много путаницы за рубежом. Так как, например, итальянцы любят себя называть архитекторами, дизайнеры интерьера, а французы могут назвать себя скромно-декораторами. На самом деле они возьмут, и делают полностью проект. То есть здесь нет вот такой четкой границы, прямо вот только так называйте себя. Ну, мы предложили, исходя из стандарта профессии, вот такое же здесь беременное. Ну, условное, конечно. Ну, условное, да. Пожалуйста, здесь вопрос. Не условно. Так как вы руководите? Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Вопрос такой же. Вот предоставление клиенту и скиза. Какое количество скиза? Два, три больше. И как разноситься, если клиент не останавливается? Как вот равновесить? Потому что каждый эскиз и там все полноценные сложности определенные? Я тоже об этом говорила. Да, я говорила об этом. Все, я прошу прощения, все услышали вопрос? Не услышали? Сколько нужно вариантов? Я правильно поняла, да? Да, если клиент не останавливается, еще и еще. Вот с ним договорились, что субъекта уже три года. И еще, как говорится, 3D или ручная скиза? Как разница? Да, я отвечу на ваш вопрос. Вы знаете, вот 70% времени дизайнера уходит на предварительную работу с клиентом в Америке. В Америке посчитали, 70%. И только потом он берет в руки карандаш или садится в компьютер и что-то делает. Вот эти 70% как бы дают возможность не делать очень много эскиза. К этому надо привыкнуть. Дизайнеру часто так хочется получить закат, что он быстро уже какой-то эскизик красивый дал, еще не знает четко, что от него требуется. Вот надо приучить себя слушать клиента, долго слушать, чтобы вот, ну, от силы два варианта, вот или и лет. Вот это самое оптимальное для вас. Вот как я вас поняла. Чаще всего этого достаточно будет, если вы с ним хорошо поработали до, выяснили какие-то нюансы, выяснили, показали им концепт-бор, которые очень легко можно научиться буквально за один день делать. И тогда вам не нужно делать ручной эскиз, на который вы там ночью просидели, сделали три эскиза, все так отрисовали неплохо, он взял и сказал, нет, знаете, это не то совсем. Вот, поэтому мы предлагаем такие технологии, чтобы беречь время дизайнера. Мы в школе учим четко экономить время. Экономить время. Мне жалко, когда красивый эскиз летит в корзину. Это я условно говорю. Поэтому вот так, надо слушать клиента, надо прямо вот понять, что он хочет, показывать шоу-кейсы, вот картинки, которые вы считаете хорошими. Вы вот собираете эти картинки, у вас прямо библиотека этих шоу-кейсов, глянцевые журналы, их же очень много. И вот увидели какой-то интерьер достойный, вырезали, положили, копятся, показали своим клиентам. Смотрите, у меня есть интерьеры, которые вот очень близки к тому, как я понимаю ваш интерьер. Покажите мне. И не так, чтобы глаза разбегались, упаси Бог. Вот чем прицельнее и меньше, тем лучше, поверьте. Когда вы будете показывать ткани, подушки и прочее, чем больше вариантов будете предлагать, тем дольше ваш клиент будет определяться выбором. Он замучается выбирать. Как в том мультфильме «Пирожок с капустой» или «Слябкой». Вот и сидел, думал. Вот чтобы этого не было, вот вы должны прямо четко подводить клиента уже к решению. А для этого надо выслушать, слушать и слушать. Почеркушки рисуйте. Разговаривайте почеркушечкой. Так хорошо действует. Это все, буквально я даже недавно прочитала высказывание какого-то очень известного дизайнера, который сказал, что продать идею с помощью почеркушки, простого крандаша, гораздо проще, чем даже через шокейс, все там доказательства, очень ряд красивых эскизов. Вот так вот. Почему-то это очень действует. Вы слушаете, вы рисуете. Он понимает, что вы как бы рисуете, потому что слышите его. Это как-то и психологически хорошее действие. Но надо быть самому уверенным, что вот это лучший вариант. Вы уверены в этом. Надо прийти к этому. Вы знаете, вот во всем мире меня так убеждали, и я убеждаюсь, почеркушка лучше ручная. Компьютер уже дальше, вот дальше. Во всех школах дизайна учат рукой, потом компьютер. Даже чертежи. Вот мы в нашей школе учат все рукой, потом компьютер. Оказывается, это очень полезно для главы, для вот этих, для оптимизации. Да, первая встреча с клиентом. Да, первая встреча с клиентом это очень ответственная вещь. Как сказал классик, что первые впечатления очень трудно вытянутить. Потом это очень серьезная вещь. Все зависит от того, насколько вы уже представлены были кем-то, например. Если вы совсем новый человек для клиента, то, конечно, надо показать, что вы делали до этого. Если у вас будет с собой ноутбук или планшет, вы быстро покажете фотографии своих интерьеров. Это, конечно, очень хорошо сыграет на вас. И это здорово. Показать живые интерьеры на планшете или наутбуке. Если у вас есть какие-то печатные интерьеры, печатные действуют тоже очень сильно. Неважно, как вы попали в журнал, но мы верим печатным словам до сих пор. Поэтому, если вы прихватите журнал и покажете это, тоже будет очень хорошо. Ну, и насколько вы внимательны, насколько вы подтвердите образ дизайнера, это тоже очень важно. Важно, как вы одеты, как вы держитесь, как вы ведете себя с клиентом, насколько он будет доверительно с вами общаться, примет он вас как человека, с которым он хочет общаться или не очень. Соответствует ли вы его образом, скажем, поэтому вот очень много психологов не советуют делать каких-то таких экстравагантных вещей и очень непросто одеться советуют. Ну, так спокойно, чтобы все было, потому что мы не знаем вкусы этого человека, предпочтений, поэтому максимально нейтральный вариант и максимальное внимание к нему, клиенту. Не рассказ о себе великом дизайнере, а именно желание показать, что вы можете сделать для этого клиента, как вы видите его задачу. Даже если вам бесплатно нужно какую-то идею подарить ему на первой встрече. Это нормально. Ну, что делать? Да, можно подарить идею. Потом вы будете беречь свои идеи и продавать их с учетом. Это нормально тоже. Вот западные дизайнеры, надо у них учиться вот этому с одной стороны великодушию, а с другой стороны прагматизму, которым они обладают. Потому что эти люди четко понимают, когда нужно говорить о деньгах, как нужно говорить о деньгах и сколько нужно, скажем, в какую сумму нужно определиться, как оценивать свое время или свои усилия, или свой результат. Вот здесь это как бы ваша позиция. Здесь нет рецептов. Здесь тоже надо уметь сканировать как бы вашего человека, вашего клиента. И я просто скажу, что самые разные дизайнеры, мне не жалко как бы дать эту информацию, совершенно по-разному походят к суммам, на которые они рассчитывают, и за что. Самое главное, самое главное, есть принципиальные вещи. Принципиальные вещи – это сначала вызвать интерес у заказчика, показать ему, что вы ему будьте полезны, и только потом уже говорить о деньгах и о том, что это стоит. Если заказчик заинтересуется теми вещами и возможностями, которыми вы обладаете. И если вы будете так же великодушны, как западный дизайнер, и подарите ему что-то, или скажете какой-то совет ему дать детям, даже как оценить дизайнера, потому что он может потом не вас выбрать, почему бы нет, но вы должны казаться очень великодушными. Вот мне очень импонирует эта черта западных дизайнеров. Они могут совершенно бесплатно выступить, а могут за выступление взять большие деньги. Все зависит от того, это их выбор. Вот что они видят в своем выступлении? Возможность заработка или возможность саморекламы в определенной аудитории. Вот будьте таким великодушным человеком и вы, но и прагматиком. Потому что уж если ваш заказчик заинтересовался вами как дизайнером, и вы понимаете, сколько стоит ваше время, значит, надо эти деньги получить обязательно. Потому что у нас как-то... Я не знаю, конечно, я, может быть, другое поколение, но иногда мне кажется, что дизайнеры очень комплексуют, когда говорят о деньгах. Это всегда тяжело творческому человеку, поэтому есть менеджеры у певцов, скажем. То есть человек творческий в одном флаконе и великий бизнесмен не всегда это получается. Но вот дизайнеру часто приходится. Что делать? Если это команда дизайнерская, то кто-то очень хорошо лает с заказчиками, а кто-то генерирует идеи. А бывает в одном флаконе. Вот Линдл Ферни, который у нас в школе, директор курса дизайн-интерьера из Лондонского университета искусств, она у нас очень много курсов преподавала, и она нам кое-какие секреты свои сказала, как она действует. Это не значит, что это правило для всех. Но я вам скажу тоже, в школе она поделилась, и я поделюсь ее секретами. Что она делает? Она очень так же себя ведет. Она очень великодушная с заказчиком, она показывает, рассказывает. Но когда дело доходит уже до такой вещи, как письма заказчику, где резюмируется размеры бедствий, то есть объем работ, что хочет заказчик, и как это она и в какие сроки может сделать, и каков порядок работы будет, она все это пишет. И это хорошо, что у нее слова. И она пишет сумму, за которую бы она взялась за этот объем работ, она пишет буквами. Не цифры, а буквами. Чтобы заказчик внимательно прочитал все условия и все, что она ему написала. То есть обычно, получив письмо, выхватывается цифру, но это очень много, я думаю, пожалуй, нет. А тут надо все прочитать, за что она берет эти деньги. И у нее есть такое правило среднее, причем с приятных заказчиков она может взять меньше два раза, с очень неприятных, и за заказ, за которые она бы не взялась, она назначает в два-три раза дороже, и это проходит у нее.